Итальянцы сустрынуть весну в ботах со скорой белорусской вытворчасти. В Бобруйску селета завершили масштабную реконструкцию и распочали новый этап развития отповедной вытворчасти. Засвоить новые рынки сбыту допомогли инвестиции. Начарованное первотворение незвычайной скорой продукции к текавости модников часом потребуется до нескольких тыней. Процесс, особенно после модернизации, рухается худшей. Айчинных ресурсов Бобруйску уже не хапает. Церавину набывают в России и Украина в сходу. Модернизация была для комбината отдельным шляхом. Четыре годы, три миллиона евро, за яких худка вытолчать перши. Мы сегодня готовы выпускать и готовимся уже производить кожу мебельную и автомобильную. То, чего не выпускали. Сейчас мы оборудование приобрели такое широкопроходное, чтобы можно было целую кожу площадью 4-5 квадратных метров готовы выпускать для раскроя. Что дня в расцессе комбинату проходит до 80 тонн скуры. Из машинами тебе сгиб миновито человек, холодная персона. Тому на новые автоматы устали тяжкую физичную правду. Высокоэффективная, хорошая машина, которая заменяет, по крайней мере, бывшие четыре ручные машины. Работает очень хорошо. То есть и людям стало легче. И, скажем, качество улучшилось относительно тех машин. Машинам отдалите жар человеку творчеств. Только все лето на комбинате распорцевали шарах видов скуры, якими затекавилися в рыбнике, галантырея Беларуси, России и Европы. Это кожа сделанная вручную. Она красится на машине, потом женщины вручную затирают. И, как видите, такой красивый эффект. В этом году это новая разработка. И в этом году мы уже запустили это на поток. Все лето на фаброцессе поделится повеличить объемы творчести на 30%. И новая техника в этому только поспреяя. В общем, одним из вынеков международного инвестформа «Молым поспеху» у Могилеве станут и новые, цековые пропановы для бабручан. Татьяна Дмитрова, Седа Каспарова, Александр Тарасов. Новиниргийон.